Посмотрите Барашки, они же вырвались сюда как-то, а как они сюда попали? Непонятно Яблоки повсюду Не переживайте Не все валяется на полу, что-то пошло в компот и в джем Это наши барашки Григорий, Нюша А это страусы Жорик, Молли А другую не помню, как зовут Они, наверное, пришли на них поглазеть Посмотрите Сейчас от сада ничего не останется В той стороне у нас сад О, вот откуда Посмотрите Ты тут не один съемку ведешь Григорушка Идите, идите домой Григорушка Григорий Идите, идите сюда Кушать Как-то открылась дверь Почему-то калетка И, видимо, они с удовольствием вырвались Животные такие любопытные Ой, мамочки Везде трава одинаковая Но все равно вырвутся Все равно полезут Все равно будут там есть Как будто никогда в жизни ее не видели Идите, идите сюда Осень Наступила И весь ружей не такой приятный, как летом У меня есть секретное оружие Ой Я думала, нету секретного оружия Нет, вот оно Прессованный овес Секретное оружие есть Объект воздействия Там Они меня заметили Ну, наконец-то Давай-давай-давай Что ты такой важный Домой быстрей Ты пришел А это наш Григорушка Катумский Порода Катумские овцы Вот, самый умный Ага Заметили Ура Миссия выполнена Я их всех путаю Но вот это, по-моему, бычок Здравствуйте Зрители моего нового канала Одни в деревне Почему одни? Потому что мы живем в деревне Где никого, кроме нашего дома Нет Мы переехали сюда Несколько лет назад Из Москвы Меня зовут Элина И мой муж Тимур Все, что вы здесь видите Это построено За долгие годы И то Не всегда А только, конечно Строительный сезон Это Джульетта Джульетта Недавно у нее появились Детки Маленькие Две девочки И мальчик А это Нюша Это наши Вторые Катумские Овечки Это была пара Нюша и Ромашка Ромашка, к сожалению Не выдержала Акота У нее были проблемы Мы возили туда-сюда И все Больше ее не стало Ее вместе с Акотом Анюшка Вот С Волгога Ничего в порядке Не похоже Она кого-то там вынашивает Вон какое пузико Пузико Нет Иди сюда Она самая ласковая Самая Такая Не боится Она спокойно Может подойти к человеку Гуси Породы Линда И серые И три эму Молли Лола И Жорик А это черненькая Романовская порода Мы ее купили В первые дни Когда у нас появился Григорий Ему было очень одиноко Он все время кричал И мы взяли ему тетю Лену И Черненькую Смотрите Реагирует А у бычка что-то с глазиком левым Надо помазать Потом бычок Иди сюда Да Смотрите Прижимает Надо помазать Убедненький Ну чего ты Григорушка его Побивает чуть-чуть Наверное от него и досталось Это моя собака Бен Джек Рассел Терьер Обычно в кадре я не появляюсь Потому что я Снимаю Держу камеру Я в общем тут оператор Всегда Сразу хочу сказать Что это не потому Что у меня какие-то Ужасные физические недостатки Или я жуткая Стесняшка Я конечно камеру стесняюсь Как и все люди И боюсь Немного сниматься Но Я просто не считаю необходимым Преодолевать Эти Маленькие комплексы От них никакого бреда нет Самое главное Я хочу Продемонстрировать Не себя А Природу Животных И нашу работу В деревне Это наш самый первый Курятник Самый-самый первый Его построил Тима Самостоятельно Кстати В строительстве всех этих построек Участвует только мой муж Ну иногда я чуть-чуть помогаю Но в основном большую часть работы Он делает один Его канал называется Поэтому Один в деревне А Это Более Свежие постройки Наконец-то у нас появился Загон хороший Для птицы Чтобы защищать от хищников Раньше здесь хищники себя вели Как у себя дома Они бегали по участку Воровали перед самым носом Гусей Кур И всех остальных Обычно мы занимаемся Производством тушенки Из индюшатины И гусятины Я открыла свой собственный канал Про деревню Потому что У меня есть Помимо моей основной деятельности Я занимаюсь Декором Декорирую Например Сейчас я экспериментирую С собственными помещениями А вообще У меня очень хорошо получается Интерьеры делать А еще Делаю Авторские Предметы Для интерьера И это отнимает У меня Большую часть Времени Но На участке Как вы понимаете Таком большом Очень много Всякой работы Поэтому У меня есть чем Поделиться И с любителями Видео Из деревни Я это все Рассказываю Сейчас Потому что Канал новый Какие зрители Ко мне придут Не знаю Хочу сразу Объяснить Что это за видео И о чем они Самовар Совсем новенький Его Моему мужу Тиме Подарили Подписчики Настоящий Тульский Самовар Если меня будут Смотреть Наши прежние Подписчики С канала Один в деревне И один в деревне Лайф То Добро пожаловать И Приятного вам Просмотра Для новеньких Зрителей Это наш Сад Мы его Не так давно Посадили Пруд Ему Полтора года В него Уже запущена Рыба В теплице В этом году Я собрала Хороший урожай Перцы Помидоры Баклажаны И мы С удовольствием Лопали И Заготовки Сделали Вот здесь В этой беседке Я обычно Готовлю Что-то вкусненькое Все рецепты И все работы По участку Я буду снимать На этот канал На моем канале В основном Видео Про DIY Это В переводе С английского Означает Сделай Своими руками Всякие Поделки Интересные Авторские Работы Да Ручка Отгони Сейчас Я кстати умею Ездить Тима меня научил Мне надоело Живешь в деревне Как все пишут мне Учись водить трактор Иначе не живи в деревне Хорошо Езжай в город обратно Я готова В город уеху Сунсей Рычаги не трогай Там сжатия Первая Вторая И поехали А как я буду камеру держать Зрители Если вы меня плохо слышите То извините Ага Вот там тормоз Он тебе не нужен Это? Да Это тебе не нужно Оба Оба? Да А вот это? Сцепление Оба Когда приедешь Нажимаешь Видно Останавливается Ага Просто позарежьте Хорошо Если услышу бред Если нет То нет Нитральное Перевизжение Оооо Ооо Крутяк Так Подождите А кто тут у него поворачивает Ой Он какие-то звуки Он дает Странные Я смотрю Куда он поворачивает Мне уже надо повернуть А что за странный трактор Поворачиваешь А куда поворачивает Ааа я же на трассу еду Вообще у меня нет страх Ни на трассу Ни на автомобиль Я ничего не вожу Обычно меня возят А куда я еду Это мой второй Вторая поездка Крути Крути куда Крути Крути Сразу А где газ Нет Газ тебе не надо Там Можем остановить Вот этот Остановить Вот этот Нет А он туда ездит Ага Почему Муравь Ой А как вперед ехать Муравь 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 А вот там Моя мастерская Мы сейчас Делаем Дороже Ремонт Для новеньких Зрителей Кто не знает Там будет Солярное Отделение Моей мастерской А во всем Да и Еще вторая Мастерская Дома А что Прикольная Что там Но он Тяжелый Очень Мне бы Что-нибудь Полегче И поменьше А то У меня С этим Границ Проблемы Обычно Я когда езжу Всегда Наезжаю На этих Отволок Или на обочину Супление Выжимает До конца Да Видишь Остановился Все Отпускай И крути сюда Отпускай И крути И снимать И управлять Трассу Мне очень Угодно А там Он Люк У нас там Недавно Но насос сломался Клажен Не хочет На него Наехать Ой Бензин Нет Кто-то Натрекает Круфи Банан Кушать Бензин 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 Я буду крепко держаться. Вон Тиропин ехал в навес, а раньше его мастерская была в гараже. О, Бенка, смотрите, а он у нас однажды под трактор попал. Слава Богу, обошлось. Слава Богу, обошлось. Иди отсюда. Слышь? Он на меня ищет. Попонять не может, почему нет хозяйки. Слава Богу, обошлось. 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 Так. Вот теперь кто живёт в нашем первом курятнике. Мы купили наконец за долгое время хороший инкубатор. блиц маленький и у нас первый наш нормальный инкубаторский вывод это индюшки индюшек нам кстати их мамочку их мамочек и 1 папочку подарили подписчики они прекратили разведение индюшек и отдали нам у нас один индюк и 3 индюшки а это их чудесные индюшата такие любопытные смотрит так внимательно а за окошком живут курочки маленькие это наша курочка вывела и сейчас их не видимо она не кушают их там много семь восемь штук уже даже не помню одного недавно наши или птичка или собачка кто-то в общем их придушил ой смотрите они тоже такие любопытные курицы на них смотрят индюшки на куриц привет бог как подросли не бойтесь ну куда забили сидите сюда индюшечки не буду их пугать страшно не буду нам страшно а не надо бояться курица пришла давайте я вам покажу их маму и папу их мамочек и папочек и одного папочку фэнни что ты здесь делаешь он у нас все время ворует яйца то индюшины то куриные в общем все какие найдет они обожают сырые а вот мамочка и папочка на самом деле кстати страусов той тему я не различаю кто и никто у нас один мальчик и две девочки это все для тушенки мы их купили весной это специальная бройлерная порода она быстро набирает вес но потом они для еды а это совсем другие девушки это обычные девушки они маленькие а и и и Голуби — это не наши. Они сами прилетели и выбрали нас в качестве места обитания. Жорик, Лола и Молли — кто-то из них. А это все еще еду себе про питание. Страусы его, то есть Эму их не боятся. Его не боятся. Ой, даже щипает. Ничего себе. Это именно Эму, не Страусы. Я просто путаю, по привычке называю Страусы, но это именно Эму. Субтитры сделал DimaTorzok С индюшками в этом году ужасная проблема. Вы знаете из-за чего, из-за всей этой операции, к нам перестали возить яйца из Канады, специальные породы, хайбрид. Поэтому еле-еле с трудом раздобыли другой породы бройлерной. И то поздно. Обычно в это время у нас уже начинается забой. Вот современными методами боремся с насекомыми, а здесь их не просто много, туча гигантская. Смотрите, как высоко достает, это же большая бочка, а будут еще больше. Они маленькие, мы их недавно купили, в этом году, в этом сезоне. Сезон это летний период, когда начинаются посадки, теплицы, когда животных заводишь. Для тех, кто не знает, я называю этот период сезон. Потому что потом все, птицы нет, никого нет, начинается холода, ничего уже не выращиваешь. Пойдем, Бенка. Многие под предыдущими моими роликами писали, что у меня свое видение, что у меня другая манера съемки. И поэтому я решила возобновить мои видео про жизнь в деревне. Потому что раньше я этим никогда не занималась, не снимала видео про то, как мы тут живем и чем занимаемся. А когда стала читать такие комментарии, подумала, раз у меня есть что-то интересное для зрителей, почему бы не показать. А у нас интересная жизнь. Мы все время заводим разных животных, у нас много всяких интересных планов на будущее. И самое главное, что есть возможности, в смысле площади. Есть маленькие хозяйства, у которых просто негде развернуться. А у нас есть, у нас участок большой. И мне кажется, зрителям может быть интересно, что тут у нас получается, что интересненького. Я тоже люблю рыбалку. У нас там есть рыба. В той стороне у нас озеро небольшое. Все это буду сюда выкладывать. Если вдруг вы не знаете, то вот. Теперь здесь будет моя мастерская. Мы закончили за несколько дней штукатурку. В основном делала я, но Тима мне тоже помогал и учил. Я вставлю сюда фотографию, как оно все было раньше. Покрашены полностью балки. Осталось пол. Пол мы на днях ждем специальную смесь для заливки. Я буду заливать. Я все делаю сама, потому что снимаю для своего канала. Не вижу смысла привлекать еще кого-то, иначе это просто, мне кажется, неинтересно. И для меня это опыт. Я никогда не делала ремонт, никогда не штукатурила. Там у нас второй этаж. Недавно я показывала на своем собственном канале первом, как все там разобрала и собрала доски со всего участка. Буду из них потом делать всякие вещи для нашего сада и огорода. Мы уже начали приобретать все необходимые станки для маленькой столярной мастерской. У меня есть теперь пила, рейсмус, фуганок, фуговальный станок. Есть и для фрейзера станок. Это наша вторая собака Дэн. Немецкая овчарка. Он у нас всегда там, потому что болеет. И врач прописал ему сидеть побольше и меньше двигаться. Мое любимое место для приветствия и для прощания. Спасибо большое, что посмотрели мой первый ролик. Надеюсь, вам понравилось. И вы вернетесь еще. Если есть желание, поставьте, пожалуйста, лайк. Это поможет продвигать мой канал. До следующих видео. Пока-пока. А собачек давно пора кормить. Просто мы ездили на почту. И это действие пришлось отложить. Нам подписчики ко дню рождения Тимы прислали подарки. И письма. Давай-давай-давай. Кушай, кушай. Голодненький, конечно. Я чашечку вымыла. Кормить насыпала. Кушай. Кушай, мой золотой. Яблонька у нас замечательная. Яблочки кислые, но вкусные. Я сделала чудесный джем. Очень вкусный. Ароматный, вкусный. В общем, сногсшибательный. Правда, видео не сняла. Но могу просто рассказать. Самый простой рецепт. Яблоки накрошила мелко большую кастрюлю. Немного добавила совсем воды. 150-200 миллилитров на килограмм. Из расчета 1 килограмм 150 миллилитров воды. Сахара. Грамм 800-900. И все. Потом все это дело выпаривать, выпаривать на маленьком огне. У меня электрическое. И я поставлю на тройку. Можно даже на двойку. Кастрюля с толстым дном должна быть. Вся влага уходит вместе с водой добавленной. И получается джем. А как это проверить? Нужно накапать капельку на тарелку. Если она не растекается, то джем готов. Так, вот это наш прудик. Я решила вам еще показать. Ой, посмотрите. Может мне даже подплыть удастся. А это наше, ну что-то вроде переправы. Можно вот отсюда отсоединить. Отвязать. И тянешь за веревку. Плод, естественно, двигается. Давайте посмотрим. Сейчас я вижу там две нимфеи раскрылись. И еще очень много бутонов. У нас есть аэратор. От вращения ветром. Винта. Здесь пузырьки появляются. Это для рыбы. Для насыщения кислородом. Вот так дотянуть за веревку, и плод движется. Летом замечательная вещь. Можно выплыть на середину пруда и загорать. А вот и наши нимфеи. Это все Тима. Он их находит, сажает. Ему они очень нравятся, эти растения. Такая нишенькая. Такая нишенькая. Такая нишенькая. Такая нишенькая. Такая нишенькая. Такая нишенькая. Также этой тыfil polite. А вот и их видите. И еще неченькая. Там жеandro Тима мы уже рыбачили в этом году здесь и замечательную рыбку поймали очень-очень вкусненькую у тима есть об этом ролик и у меня тоже на моем основном канале а мое маленькое водное путешествие подошло к концу теперь уже точно всем пока пока хорошего дня отличного настроения я забыла положить письма от подписчиков ящик большое письмо наверно не поместится а вот маленькие это ко дню рождения ой это тоже не помещается я вот так вот аккуратненько очень удобно нет я боюсь что она туда просто не влезет подписчики пожалуйста не обижайтесь если вы это видите но ваши письма туда не помещаются наш маленький ящичек это наверно не маленький но отверстие видите какое поместилось только одно это секретная операция одному в деревне не сообщать поняла как им пользоваться наконец-то вот тут есть другое отделение но вся